Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос звучит довольно странно, вот, в плане построения текста. Может быть, непонятно что-то, но в данном случае я зачитаю его так, как есть. Итак, как одеваться моей дочке? Знак восклицания. Лучше бы в трусах ходила, а правило бы говорит мне снаха. Говорит, аха, оттуда первого поворота пока не аксвестили. Как быть, как не позволять мне наращать чьи-либо границы или объяснить им. Что лучше всего отводить в таких ситуациях? У меня две дочки, 68 лет, они думают, если они сейчас начнут нормально одеваться, что над нём потом плохо себя висеть, и плохой станет возможно. Ну, не а сейчас, типа, воспитывать детей с раннего возраста. Спасибо. Честно говоря, я, вот, не очень здесь вообще, как бы, уловил смысл вас. То есть, у вас проблема со снахой, у вас проблема с дочерьми, или у вас проблема с тем, как именно воспитывать детей, да? Вот, то есть, я не очень, честно говоря, этот момент как-то вот зафиксировал, да? Кто нарушает ваши границы, да, или нарушает границы ваших дочерей? Почему и кто считает, что если, а вот вы пишете, они думают, если не сейчас начать нормально одеваться, то начнут потом плохо себя висеть. То есть, что это, что это значит? Я, честно говоря, не очень это понимал. Смотрите, вот, то, что, то, как я понял, ваш текст, да? Значит, есть, во-первых, вы и ваша дочерь, да? И вы и ваши дочери, это отдельно, скажем так, семья, у которой есть свои личные границы, да? Правила, и если можно так выразиться, предел, да? Что такое предел? Предел – это ответственность. То есть, а если, например, ваша дочь поехала в гости к снохе, то она может одеваться так, как хочет она. Но иметь в виду, что в гостях у снохи, дома у снохи, есть свои правила. И если, например, вы, вот именно вы можете у себя дома, допустим, ходить, как вам угодно, да? А в халате, может быть, вообще без одежды также могут ходить и все в вашем доме, да? Вот, дети, там, ну, мужчины, если у вас есть, то в гостях в доме у другого человека есть свои правила. И там уже нужно одеваться, скажем так, под компрометизм, да? То есть, сочетание того, что хочу я, и того, что вот как бы, ну, приемлемо-неприемлемо для хозяина другого дома. Это логично, как мне кажется. Вот. Но это нужна договоренность. То есть нужно договариваться. Не конфликтовать, да, а договариваться. И, в принципе, с большинством людей можно договориться. Вот. Если человек не идет на компромисс, если человек не договаривается, то, соответственно, можно рассмотреть возможность, да, как-то не общаться, не ходить не могут. Что касается дочерей, да, то, как бы, то здесь ситуация несколько амбивалентная, то есть она двойственная. С одной стороны. С другой стороны. Необходимо, чтобы, необходимо отслеживать, чтобы дети, а у вас еще дети, даже не подростки, а просто дети. Необходимо отслеживать, чтобы дети ваши не использовали одежду как способ компенсировать что-то. Например, внимание, любовь, там, значимость свою, да, это один момент. То есть, чтобы одежда значила именно то, что она должна значить в их возрасте. Это первое. И второе, чтобы они одевались так, как они хотели, но всегда держали в голове, что, вот, например, там, допустим, в любом обществе есть свои права, да, в любом обществе есть свои права. И, например, как бы, если выходить на улицу, на улицу, в костюме, допустим, куклы Барби, да, к примеру, то внимание к тебе будет повышено, вот, у людей. И люди с размытыми границами будут, естественно, как-то реагировать на это. Вот. То есть, необходимо вот этим мыслям, эти идеи транслировать здесь, что можно с собой оставаться, нужно с собой оставаться. Но следить за тем, чтобы это не было, во-первых, компенсацией, и, во-вторых, как бы, адаптировать это под те реалии, в которых живут люди, да. Вот. У меня на канале, вот у меня в профиле, есть такой ответ, он называется «Она категорически не хочется носить секульную форму». Вот. Вы можете зайти в мой профиль и посмотреть этот ответ. Вот. Он, значит, 5 сентября, последний ответ за 5 сентября. Там схожая тема. Вот. Там я более, наверное, попробую описываю взаимоотношения именно по поводу одежды детей. Там, правда, ребенок немножко постарше, ему там 11, по-моему, лет. Но, тем не менее, это, в общем, актуально и для вас. Потому что 11 лет – это еще ребенок, да, это уже начало подросткового периода пубертата, но все равно это еще ребенок, это еще только начало. У вас, правда, как бы, подросткового периода нет, но тем не менее. Дальше. Вы спрашиваете, как реагировать и как им объяснить. Ага. А вот здесь интересный момент, как мне кажется. Момент заключается в том, что вы почему-то не знаете, как объяснить. Почему-то, почему-то вы не знаете, как реагировать. И, в первую очередь, здесь имеет смысл не искать какой-то путь для реагирования, а для ответов. А здесь имеет смысл сперва разобраться в себе, да, и как-то вот, может быть, больше в контексте себя понять, как бы, чего я хочу вообще. Что для меня ценна вообще. Ага. И вот это транслировать. Если у вас есть определенный хаос в вашей позиции, например, то именно с ним, с хаосом, да, нужно рассчитывать. Разбирать. Чтобы ваша позиция была, скажем так, более определенной, более понятной для, ну, ваших детей и вам самой. Да, то есть нельзя объяснить ребенку, особенно, особенно шестилетнему ребенку, нельзя объяснить то, чего он не понимает сам. Потому что объяснения должны быть простыми, объяснения должны быть понятными, объяснения должны быть незаумными. Вот. И чтобы было так, нужно все-таки сперва самому человеку, самому родителю, то есть вам, понимать, а чего-чего я хочу сказать. Да. Что я чувствую, что я думаю, ну, вот и так далее. И мне кажется, что если вы задаете такие вопросы, то у вас с этим есть проблема. Проблема с вашей позиции. То есть проблема с выражением своих чувств и своих мыслей. Вот. И в таком случае вам просто нужна помощь в том, чтобы самостоятельно определиться. Вот. Потому что ценности могут быть разными. Вот. Вот. Понимаете. В том ответе, который я вам рекомендовал послушать, я говорил об избалованности ребенка. И как бы автор вопроса, мама со мной согласилась, что ребенок действительно избалованный. У вас ситуация может быть другая, у вас может быть неиздолонность, у вас может быть демонстративность какая-то или там борьба со страхом. Ну, просто со страхами, например, да. Или может быть что-то еще. То есть, эээ, каждая ситуация, она требует одного внимания, своего отдельного взгляда, своего разбора. Вот. С учетом того, что … эээ, смысловая картинка вашего текста немножко расплывается, да, вот, я бы сказал, что здесь особенно нужно задавать даже уточняющие вопросы, да, вот, если мы говорим о том, что вот как-то там, если дети не будут там нормально одеваться, то их там будут освистывать, в том смысле, что они там бедные и прочее, прочее, вот, то действовать нужно из нескольких направлений. Первое, это достойное принятие того уровня, достатка, который есть сейчас. Второе, это максимальное использование тех ресурсов, которые есть сейчас, то есть максимально опрятно, стильно, выгодно использовать ту одежду, которая есть у детей и переключать, переключать внимание детей с того, как они выглядят, хотя и оставлять за этим некоторую важность на другие, более важные вещи, вот, потому что, если человек сам обращает на что-то внимание, то он обращает на это же внимание и других людей, вот, если человек парится по поводу того, как он одет, например, то он обращает на это внимание других людей, которые не обратили бы, может быть, на это внимание, если бы человек сам об этом не парился, вот, Иногда это очень полезно, это очень полезно бывает, когда нужно решить какую-то проблему, это очень полезно бывает, когда нужна поддержка, это очень полезно бывает, когда нужна опора, вот, но иногда, как и в общем-то любая модель поведения, иногда это несет негатив, и вот это пример скорее больше негатива, чем позитива в данном случае, вот, вот как-то, как-то так. Я бы еще мог предположить, что у вас есть некоторая эмоциональность, да, может быть, ну вот такая некоторая, вот, то есть вы как будто бы вот говорите об одном, да, а по факту как будто бы вас волнует совершенно другое, да, мне так показалось, по крайней мере, очень важно эти моменты тоже заменчать и корректировать, потому что переносить на детей вот в плоскости их интересов и в плоскости их развития и плоскости взаимодействия с ними, те проблемы, которые есть у вас, ну, это не лучшее решение, это путь к деструкции, вот, и путь к искажению, в общем-то, любой коммуникации. Это работает не только с детьми, да, вот, это, в принципе, работает в человеческой коммуникации всегда, вот, возьмите, пожалуйста, это в виду, вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.